Сильно зависит от удовлетворенности человека. Если человек хочет больше от жизни, он не разлился, а хочет больше, то он тогда не будет счастлив в отношениях. Он будет постоянно страдать, ему что-то будет не хватать. Он будет искать удовлетворение полного на работе. Вот девушки, допустим, на работу пытаются погружиться со всеми, чтобы их там убили, им там дают отворот-поворот в результате, не страдают, как ко мне относятся, увольняются из-за этого. А там просто надо выполнять свои обязанности, а чтобы любовь испытывать надо к подружкам, дома, близким людям. То есть работа не предназначена для глубокого удовлетворения. Она предназначена для того, чтобы потребности своей в жизни. И постепенно надо духовно расти, чтобы Бог дал такую работу, где бы уже ты получил глубокое удовлетворение в жизни. Такое тоже возможно. Но на том уровне, в котором человек находится, он не всегда может такое удовлетворение испытать. Но можно от работы испытывать какое-то удовлетворение. И для этого надо три вещи понять. Первое. Надо принять всё, что там есть. Ты не начальник в этом курятнике. Это Бог создал эту работу. И ты всё принимаешь. Туда пришёл, принимай всё, что там есть при бабахе, все начальства, все при бабахе людей, которые вокруг тебя ходят. Принимай. Это первое. Второе. Не слишком много счастья оттуда не жди. Не жди. Там не будет слишком много счастья. Это нужно для того, чтобы просто выжить в этом мире. Третье. Если ты всё-таки хочешь там, чтобы было счастье, надо сделать две вещи. Первое. Надо всё выполнять, как тебя просят. Не надо выдумывать ничего, там, ухлевать. Всё выполнять, как тебя просят. Первое. И стараться по-доброму относиться к людям. Второе. Вот по-доброму ко всем принимай. Вот ты себе пришёл в эту судьбу, в эту среду. Вот и принимай всех этих людей. Уважай старших. Даже если они, допустим, там, ну, воруют там, или мухлюют, или грубят, издеваются над подчинёнными. Ничего страшного. Ты попал в такую среду, у тебя два варианта. Или уволься и найди себе другую, или работай, принимай условия. Уважай всех. Уважай всех вокруг, кто рядом с тобой находится. Если на работе на твоей убивают животных, там, производят табак, кофе, там, ещё что-то такое непотребное, то лучше оттуда уволиться. Лучше там не жить, потому что, не работать, потому что это портит твою судьбу в целом. Вот, а если просто нормальные вещи делают, там, шьют трикотаж, там, или делают дороги, дома строят, там, и ещё что-то там, компьютеры. Всё это нужно людям, и это всё нормально. Это хорошая деятельность, Богу нравится. И поэтому ничего страшного в этой деятельности не будет, она не пользуется судьбой. Нас губит желание в жизни. Желание. Вот если, допустим, человек не знает формулу развития, он будет уничтожен судьбой. Формула развития какая? Не надо верить в то, что ты, накопив деньги, станешь счастливым. Не надо верить в то, что тебе надо сейчас брать ипотеку, там, может быть, в этой стране ипотека ничего плохого не даёт, потому что, ну, взял, там, продал её, это, как бы, не сильно тебя обязывает. Здесь, может быть, это не так, ну, как, допустим, в России, там, ипотеку взял, если взял, то ты уже на всю жизнь повязан, а если от неё откажешься, то ты всё потеряешь просто, ну, как бы, то здесь я знаю по-другому, то есть взял, ипотеку продал, там, ну, как бы, так всё, не так всё в этом плане как-то печально. Но не надо себе слишком большие стандарты жизни, как бы, сразу заказывать, там, некоторые выплачивают понемножку, а другие платят столько, что им надо пахать на трёх работах, чтобы выжить. Вот этого делать не надо, мои хорошие. Верьте в то, что у вас большие крылья, что вы орёл в курятнике, что вы не как все курицы, что у вас есть другая природа, которая выше поднимет вас сверху над всеми людьми. Это правда так и есть. Надо верить в высшие силы, верить в Богу. Поэтому развивайтесь, мои хорошие, развивайтесь. Вы все бриллианты, скрытые суетой. Развивайтесь, пытайтесь учиться качеством. Вот, допустим, какой человек становится начальником, почему люди становятся руководителями? У них есть качество. Их видно. Они уполномачиваются Богом, эти люди. Ответственность. Терпение по отношению к людям. Принятие, что человек может тупить. Ну, ступил, ничего страшного, нормально. Проницательность. Человек знает, этот справится, этот нет, этот обманет, этот нет. Это всё качество. Качество человека. Они развиваются, представляют самосовершенствование. Когда у человека есть качество, его сразу люди видят, его берут начальником. А если нет, качество не берут. Или на какую-то работу. Качество. Качество — это самое главное. Не деньги главное в жизни. Качество. Я вам сейчас парадоксальные примеры буду приводить, которые я знаю. Но они вас немножко включат в вас. Как-то в Казани ко мне подошла одна девушка. Говорит, Олег Геннадьевич, надо помочь этому человеку. Полечить его. Я говорю, ну, как бы, лечение, вы же понимаете, это не я сам делаю. Это у нас целый, как бы, оздоровительный центр. Там много людей работает, они получают зарплаты, поэтому лечение у нас платное. Она говорит, хорошо. Это не проблема. Я говорю, то есть вы за него платить собираетесь? Она говорит, да. Я говорю, а у вас какая-то деятельность? У вас муж работает? Она говорит, нет, муж меня бросил. Я говорю, а у вас есть работа? Она говорит, нет. Я говорю, а сколько у вас детей? Четверо. Какой возраст? Ну, старшим пять лет. Я говорю, а что, родители, что ли, вам помогают? Она говорит, нет. Я говорю, а где вы деньги возьмете? Она говорит, деньги-то не проблема. Ну, как деньги-то не проблема. Пять человек живет, один только может работать, а то не работает. Я ничего не знал же про этого человека. А потом мне рассказали, что эта женщина, она сидит постоянно на телефоне, она всем помогает, заботится обо всех. Люди ей приносят постоянно еду, дают денег, постоянно ей помогает, у нее куча друзей просто. И она за несколько дней собрала деньги на лечение этого мужчины. Глаза у вас округлились. Почему? Потому что вы не знаете, что есть другой способ жить, который обычному человеку недоступен. но я в своей жизни испытал это. Испытал это. Потому что я пошел путем миссии. Я, когда мне было, я только закончил медиститут, я как бы продал свою комнату, у меня была комната, продал ее, и на деньги купил травы лекарственные. Меня побросало работу еще несколько, девять человек со мной. Мы поехали на ВАЗовскую турбазу все вместе, чтобы помогать людям. Там у меня был на ВАЗе очень влиятельный начальник, и он мне там место освободил, чтобы я помогал людям. И к нам с автозавода приезжали люди по путевкам. Мы им показывали, как правильно жить. Мы им открывали глаза, учили их зарядку делать, закаливаться там, все прочее. Это было 30 лет назад. Вот. И как я только начал так жить, вот просто у нас не было зарплат. Мы двигали деньги весь в один котел, а нам хватало денег на еду, на развитие. Вот так мы жили. Сегодняшним днем мы не думали о том, чтобы заработать. И в это время Богу так понравилось в нашей жизни, Он нам дал духовное знание в это время. Я встретил свою веру, своих соратников, друзей, с которыми я пошел этим путем. У нас не было никогда проблем с деньгами. Всегда денег хватало на все, что нам нужно в жизни. Потом я жил прямо в святом месте в Индии, и Господь давал, я там лечил людей, по 800 человек паломников, лечил бесплатно, просто так лечил. А зарабатывать ездил в Тольятти, я работал просто на приеме людей, у меня не было. Я просто приезжал, у меня куча очерек, все хотели полечиться. Я зарабатывал за три месяца, на восемь месяцев жизни в Индии, мы там в гостинице жили и лечили людей за бесплатно, просто люди приходили. И я так жил, я не думал о деньгах, просто мне всегда хватало на все. Господь заботился обо мне, Он давал возможности. Это называется миссия, понимаете, я уже в 28 лет получил миссию в жизни. Служить людям, заботиться, лечить их, давать им знания. Даже не в 28, да, в 28, а в 34 что ли года, что такое, уже я стал известным человеком. Буквально через несколько лет там после этого. Я просто зачем вам это рассказываю, я хочу вам объяснить, что у вас у всех есть тоже это. Такая возможность перешагнуть через желание вот укрепиться как-то в этой жизни, закрепиться. Понимаете, это желание может сгнобить, сгнобить человека просто. Можно упахаться так, что потом просто белого света не будете видеть. А вот здесь, в Америке это очень просто. поэтому развивайтесь, учитесь каждому человеку, которого вы встречаетесь, найти искрку Бога. Общение, деловые отношения означают выполнение своих обязанностей. но относитесь к людям, которые вокруг вас. Пусть они там фигню какую-то говорят, ведут себя плохо. Старайтесь все равно понять, что все эти люди, они внутри хорошие. И тогда у вас будет успех на работе постепенно, вас будут уважать. Вот это доброе отношение к людям должно сочетаться с внутренней силой. Это называется достоинство. Надо вот, допустим, что такое женская красота? Почему девушка красивая? Вы задумывались о быть? Наполненная. Девушки испугались, они не поняли вопроса. Я вам сейчас объясню. Красивой может быть только та девушка, которая чувствует себя женскую божественную природу. Это надо чувствовать. Если женщина не чувствует себе божественную природу женскую, она не может быть красивой. Мужчина, когда чувствует мужскую божественную природу в себе, он тоже красивый, потому что красивым может быть только человек, который себя уважает. И вот как сочетать доброту к людям и уважение к себе, это самое сложное, потому что ты начинаешь по-доброму относиться к людям, они начинают тебя юзать, и у тебя теряется самооценка. Ты начинаешь чувствовать, что ты слабее как-то их, что ты не можешь устоять перед их влиянием плохим. А с другой стороны, если человек сильно уважает себя, то он пренебрежительно относится к другим. И вот здесь это и есть самосовершенствование, когда женщина очень глубоко понимает свою божественную женскую природу, мужчина свою божественную мужскую природу, и при этом мы относимся к людям очень хорошо. И при этом знаем, что их придется воспитывать. Знаем, что в какой-то момент надо будет чуть подальше держаться, чуть построже, чуть-чуть показать человеку место его в какой-то степени. Не сильно надо этим заниматься, но иногда надо на работе. Просто есть три категории людей, и надо очень четко понять, как с ними себя вести. Если человек это не поймется, он страдает бесконечно будет в этой жизни. Первая категория людей — это люди, которые концептуально не развиты. Эти люди могут быть директорами заводов, академиками, профессорами, там, тем угодно. У них концептуальной развитости нет. Что это значит? Это значит, человек считает, что надо жить для себя. Если человек считает, что надо жить для себя, а все остальные люди вокруг для меня созданы, надо под себя их подстраивать, использовать их наоборот. Это называется концепция вневежестве. И с такими людьми надо быть подальше. Вы будете их везде видеть в жизни. Они сильно с вами считаться не будут. Для них все просто. кто сильнее, тот и прав. То есть эти люди могут быть начальниками, могут быть сотрудниками, они могут навязываться вам друзья. Но эти люди всегда вызывают оскомину. От них веет неприятным, потому что ты для них расходный материал. хотя они может быть и вам в этом не признаются. С такими людьми можно строить деловые отношения, но на расстоянии. Не надо завязывать дружбы. Не надо входить в близкие отношения. Не надо рассчитывать на этих людей. Если вы начальник, не надо таких людей повышать должности. Даже если они великолепно работают и справляются своими обязанностями, они все равно вас кинут, когда не будет возможности. Почему? Потому что им никто не нужен таким людям. Они живут, они это циники. То есть это называется слой невежественных людей. Понимаете? Как их распознать? У них нет совести. Они живут просто для себя и все. Иногда Бог испытывает этими людьми. Иногда люди влюбляются в таких людей. Иногда они очень талантливы на работе. Но это всегда испытания. Не всегда через них действует тяжелая судьба. И всегда надо от них выйти подальше. Вторая категория людей это люди в страсти. Кто такие люди в страсти? Это люди, которые очень сильно завязаны на личный успех. У них расширенная концепция эгоизма. Они любят не только себя. Они любят свою страну, своих друзей, свою семью, все, что связано с собой. То есть концепция я, а есть концепция мое. Называется расширенный эгоизм. И эти люди, с ними можно сотрудничать хорошо уже, поближе может сотрудничать. Можно работать, но надо знать, что всегда, когда ваши интересы разойдутся, ваши возможности быть вместе также разойдутся. Потому что они не могут жертвовать своими интересами ради другого человека. С такими людьми можно строить только деловые отношения. С людьми невежести вообще надо подальше от них держаться, выполнять свои обязанности и ничего от них не ждать. От людей страсти можно ждать совместного развития. Но не надо строить с ними отношения сердечные, обсуждать что-то глубоко, пытаться им объяснить, что есть лекции, что есть Бог. Это все для них другой мир. они выглядят страсти люди вызывающие всегда. Люди в страсти выглядят очень элитно. Ну то есть они настоящие американцы. Такие как бы они все из себя они как бы они знают как манеры строить, как себя вести. Они такие все как бы очень крутые. Это люди в страсти. Они очень сильно много сил вкладывают во внешние вещи. В машину, в поведение, в то как разговаривать. Они из себя всегда что-то строят. Мои лекции такие люди слушать не будут. Вот сегодня я сидел в воде подошел один мужчина говорит кто здесь старший меня показали он говорит ну че учитель или там как он сказал я тоже обливаюсь холодным вот так взял себе на нариццо налил и пошел дал было себя показать что без этого никак это может быть страсть может быть невеже но это не благость точно а вот тут мальчик который залез в воду и просидел это благость он принял составление сразу начал пробовать и тут же он не получил результат я говорю поэтому что здесь в Америке люди очень смелые они если видят силу они сразу тут же начинают реагировать пытаться так же делать люди любят достоинство силу это это не первый раз уже прошлый раз они тоже два американца начали тут же выполнять все как Игорек у меня проповедует легко он сидит сразу они его спросили почему вы так долго там сидели он такой отвечает им you must breathe otherwise you will die ну такими формулами для молодежи казалось достоинство свою силу они начали говорить что это же опасно все нормально такой разговор и не вдохновились пошли тоже сидеть ну то есть идея в чем заключается в том что благостные люди это те люди на которых надо делать и ваша задача вот главная задача в отношениях на работе вообще везде распознать эти три категории людей они не меняются быстро много лет нужно чтобы невежный человек стал страстным чтобы страстный благостный люди не меняются понимаете почему есть избранные люди то что там нация какая-то избранная просто есть люди которые уже созрели для того чтобы жить очень возвышенно и таких людей надо искать на них полагаться с ними дружить на работе можно деловые отношения не обязательно со всеми дружить но если вы по добрым к людям относитесь вы с них развиваете вас статус растет на этой работе постоянной будет расти всегда надо две вещи по-доброму ко всем относиться разграничить есть старшие их надо уважать семьи не надо спорить выполнять обязанности есть разные к ним надо доброжелательно относиться есть младшие надо относиться снисходительно прощать им ошибки все это называется доброта выстроить такие отношения человек не держаться подальше страсти с ним вместе сотрудничать благости быть ближе как определять благостных людей они склонны отдавать свою жизнь другим и всегда они являются везде на работе они выглядят как белые вороны на них всегда воду возят над ними всегда подстёбываются там но есть развитые благостные люди и неразвитые неразвитые это которые обижаются всегда помогают всем когда не понимают обижаются а развитые они очень сильно крепкое достоинство и они не парятся так с теми кто там их не понимает не понимает и не понимает я когда был в институте я уже был белой вороной тогда и я был таким жизнерадостным счастливым человеком я там никто не понимал я нормально к этому относился я всех уважал любил но я понимал что эти люди они не способны быть друзьями то есть я не нашел там спецоратников а потом люди которые развились с моей группы в институте с моей школы они начали слушать мои лекции и стали ближе к ким людям это произошло в свое время у меня пару друзей везде было и в школе и в студии но в этом мире благостных людей немного и поэтому дорожите ими меня как сейчас рекламная пауза пауза меня спрашивали сегодня и вчера люди как можно вам помочь я вам сейчас расскажу как вы можете не только мне помочь вообще людям которые вокруг вас находятся у нас стартовала такая интересная деятельность то есть мы сделали такую программу которая взаимодействует с гугл и может лекции мои превращать в текст сначала русский там чуть-чуть этот текст подредактировал потом она переводит в английский английский подредактировал и этот английский потом входит в лекцию в виде субтитров прямо синхронизирует с лекцией и идет такая профессиональная качественная английская дикторская озвучка и есть такая система создана что допустим если вы включаетесь вот нам нужен английский на русском уже вот так вот редакторов нужно просто там допустим полчаса в день тебе прилетел текст ты посидел лекцию почитал что-то чуть-чуть поисправлял на кнопочку нажал это туда улетело вот ну то есть и у вас будет свое пространство где можно будет это делать 10-15 минут сколько хотите и потом вы ваше участие в том чтобы эти люди здесь которые здесь живут слушали лекции развивались потому что эти лекции потом превратятся в англоязычный ютуб инстаграм потом на этом инстаграме будет реклама моего приезда и потом дальше много людей будет синхронный перевод на английские лекции можно мужа привезти там он будет слушать и вот это включайтесь все от вас завести включайтесь если хотите к Игорьку подходите после лекции к моему помощнику и он вам даст телефон куда позвонить чтобы вас в эту программу тоже ввели и потом дальше примерно 20 языков будет с английского уже дальше китайский турецкий там уже ждут на этих языках умецкий там болгарский венгерский там много-много языков где уже ждут чтобы переводить лекции тоже также с субтитрами было китайский там и так далее вот мы используем искусственный интеллект для этого просто он все равно у меня же лекции такие особенные он все равно не может точно все перевести надо немножко смотреть но мы используем как раз вот это все то есть вы полностью относитесь к искусству да да нормально мы используем для того чтобы люди получали знания вот допустим у нас уже есть такая возможность что скоро будет даже онлайн чтение я буду читать а люди будут слушать субтитрами на английском языке это тоже уже как бы такие программы есть и через эту деятельность можно больше чтобы было друзей знакомых и так далее меня часто задают вопрос как себя найти в работе давайте несколько вариантов разберем вот допустим женщина родила ребенок она посидела с ним и у каждой женщины возникает синдром мышки наружки то есть она отвечала отвечала там с ребенком женщине чтобы отвечать нужно 2-3 года и она уже все она такая в носке выглядывает работать не хочет нигде не знает что делать и у нее теряется ощущение что она вообще что-то может и кажется что она не сможет включиться в деятельность она стрессует из-за этого потому что у женщины есть одна проблема серьезная она не понимает что дома она очень много отдает сил и как бы ее как в этом анекдоте ну как бы шпилец склонился над картой России да и вор вала на родину вот точно так же женщина она когда она с ребенком сидит она сильно устает там это же перегрузка жуткая просто с ребенком ее хочется убежать где-то работать она с ума сходит и она работает а на самом деле женщина на работе отдыхает поэтому ей нужна какая-то деятельность чтобы просто дома отдыхать уже одни женщины это работа у других это просто лекции какие-то у третьих какой-то фитнес ну и надо куда-то сваливать из дома постоянно она не может свалить потому что она мышка наружкой стала и она боится чем-то заниматься и здесь может быть постепенное развитие то есть сначала женщина на курсы какие-то начинают ходить к людям привыкают потом постепенно какую-то не сильно ответственную деятельность делать потом начинают уже включаться и работать понятно да первый вопрос ответил вам как женщине которая с 7 выйти вот работать не работать работать надо или что-то делать надо потому что если будет только дома сидеть то у вас разрушится семья потому что вы будете уставать и выносить мозг мужу потому что если женщине плохо догадайтесь в трех раз кому будет хуже поэтому есть один еврейский такой притча такая еврейская три стадии заболеваний женщины первая стадия больна вторая стадия очень больна третья вдова муж умер она все больна поэтому уже нитилизируйте если чувствуете вам плохо значит вам не хватает силы нужно что-то делать где-то вне дома некоторые мужчины не отпускают жену говорят сиди дома что тебе работать я работаю это тоже опасная тенденция потому что она его потом загрозит просто потому что женщине нужно отдыхать дома она там устает первый вопрос второй вопрос Олег Геннадьевич чем не заниматься не знаю чем не заниматься это часто мужчины спрашивают я не нахожу себя в работе ответ такой это разные стадии развития если мужчина развит он будет на кониции в работе первая стадия развития называется ватрушка ватрушка это означает что мужчина просто не включен он просто не хочет работать и все на этой стадии ему надо искать не работу а какой-нибудь фитнес-клуб где надо ему бегать аскезы совершать штанги поднимать ему надо просто волевой фактор включить когда волевой фактор включился следующая стадия называется деятельность хобби человек ему нравится что-то делать но это больше никому не нравится как он делает никому не нравится допустим начальника одного руководителя взяли на работу ему нравится собрание собирается людей мотивировать а спрашивать как они все выполнять не нравится это обедное расписание писать не нравится следить за выполнением не нравится только собрание нравится и он всегда стал этими собраниями короче не следит ему руководство говорит слушай мы тебя взяли у тебя есть такие обязанности что ты только половину выполняешь он говорит а давайте еще одного начальника возьмем он будет это выполнять а я это он говорит слушай давай до свидания на тебя нафиг ты всех задолбал ну то есть это стадия хобби или человек картины рисует продает никто не покупает он говорит ну красивые же картины и он говорит ну картины красивые только для тебя вы же никому не красивые понятно это стадия хобби человеку нравится что-то делать а это никому не надо ты что ты ты все пела это делать ну иди и попряжи тебе потому что допелось что зима пришла домик не подстроилась и пришли теперь на улице мерзли это хобби стадия хобби понятно да вот когда человек на стадии хобби находится ему надо просто где-то остаться на одном месте и работать пока не появится любой в труду вот мне нравится просто работать не думай сидеть а работать и вот на этой стадии когда человек дошел до этого ощущения что ему нравится работать он тогда начинает искать где ему работать это естественно автоматически происходит как человеку допустим нравится музыка он найдет на каком музыкальном инструменте ему играть или нет а если не нравится музыка он найдет нет точно так же работа нравится работа найдешь где тебе работать а если не нравится значит не найдешь Вот если, допустим, человек на войну пошел, у него в окопе обкатался, он найдет, где лучше ему воевать? Кем найдет? Нет. Потому что он не включен. Так же на работе тоже. Понимаете? Примерно в разный привожу, чтобы вам понятно было. Поэтому сначала надо полюбить труд сам по себе, хотеть быть полезным. А потом дальше уже ты найдешь, чем заниматься. А для женщины это же самое? То же самое, да. Просто у женщины, видите, у нее есть вот этот синдром мышки-нарушки, который надо преодолеть, если ты после рождения детей. А что касается женской и мужской природы, она очень сильно отличается в деятельности. Я сейчас объясню эти различия. Мышление мужчины и женщины очень сильно отличается. У женщины мышление основано на вере, чистоте, принятии. И оно по себе имеет фундаментальную природу. Ну то есть женщина всасывает в себя знания, четко его как бы распределяет, запоминает и потом ему следует. Вот так у нее работает. А мужчина, ему надо все проверять, ему надо любое знание, мужчина испытывает на своей жизни. То есть мужчина не может все вот так всосать и потом этому следует. Ему надо все проверять, смотреть, изучать, экспериментировать. Вот женщины как лекцию слушают? Они все впитывают в себя. У них стирается все, что было за это. Они приходят домой, начинается новая жизнь. Все. Муж не знал, он на лекцию что-то отпустил. Она приходит, теперь новая жизнь началась. Все, едим это. Стоим вот так. Делаем вот так. Все, ты нифига ничего не знаешь, что Олег Геннадь знает. Все, молчи. Все, вот так вот. Фундаментальное как бы усвоение. Сразу материал усвоился, и она начала вот так вот это все делать. И потом она учит детей этому своих. То есть она следует, она верно следует знаниям. Женщина верно следует знаниям. Мужчина, он развивается. Он как лекцию слушает, он думает, с этим я согласен, с этим я не согласен. Это правильно, это неправильно. С этим разберемся. Вот. То есть разное восприятие мира. Мужчина, женщина. Поэтому что такое развитая женщина? Развитая женщина, это женщина, которая очень глубоко освоила знания, верит в него и все делает четко по инструкции. У нее есть знания, которым она следует, и делает все четко по инструкции. Это развитая женщина. Развитый мужчина, это тот, который знания на себе проверил, испытывает и боится практиковать, и все на своем примере, на своем опыте постигает. Где действует женщина в основном? Она действует в проверенной зоне, в зоне, где все понятно. Где действует мужчина, он действует в зоне, где все непонятно. Ему надо туда идти, где надо себя испытывать, надо дерзать. Вот, допустим, взять первый класс. Девочки-отличницы, мальчики-двоечники. Почему? Потому что им сказали, все рассказали, они все это сделали. А мальчики, они еще не въезжают в эту тему. Они как бы еще не развились, не на практике, не проверили. Поэтому они не понимают предметы на первом классе, ту пятую. Десятый класс. Девочки могут быть двоечницами, многие. А мальчики уже отличниками, многие становятся. Почему? Потому что они разобрались уже. У них есть уже опыт, они могут олимпиады выигрывать там. Девочки, они, женщины, они хорошо разбираются в том, что проверено. Вот они изучают, им объяснили все, рассказали. И они в этом разобрались. Поэтому они четко вот все знают, всю школьную программу. А мужчина, если он учится, он может знать дальше школьную программу. Потому что он дерзает, он идет вперед, он как бы рискует, ищет что-то новое. Разное совершенно восприятие. Поэтому женщина всегда очень злится на мужа, что он, у него белые пятна есть. Вот женщина, она фундаментально ко всему относится, и у нее четкое восприятие, как все должно быть. Четко и ясно. А у мужчины, вот здесь у него проработанная зона, здесь белое пятно. И как бы она говорит, а ты что вот этого не понимаешь? Вот это надо так делать. И он не врубается, потому что ему даже надо это все, разобраться в этом во всем. Женщине не надо разобраться, она ей сказала, ей старше, она это все впитала, и все начала так жить. Все. А мужчина, он должен разобраться, он должен пропустить через себя. Поняли разницу? Поэтому есть деятельность, которая женской природе подходит. Где все понятно, бухгалтерская, допустим, деятельность. Все понятно, четко, ясно там отчеты. А мужчина, мужская деятельность, это деятельность, в которой надо что-то новенькое делать, изобретать, вызывать, двигать вперед. Есть деятельность, которая требует любви, там, допустим, принимать звонки. Женская деятельность. Вот. А здесь деятельность, наоборот, которая требует силы внутренней. Или, там, милиция, допустим. Давайте немножко пообсуждаем. Вот, какие у вас есть сложности в отношении в коллективе, да? Да? У меня не в коллективе, я всю, ну, в свое время работала в традиционной медицине. А как два года назад, я делала не китайскую медицину, а кипачку, да? И очень это мне дается, ну, тяжело. Мне это нравится, мне дается тяжело. А я просто иногда говорю, если я правильно попадаю. И есть шанс работать много и поднимать свой бизнес, но тоже очень всегда, потому что я хочу быть с детьми, или дома, и думаю, что она должна там находиться. И не знаю, если мне стоит всю себя отдать в это. Мои хорошие, вот лучше задавайте вопросы по лекции, потому что вы сейчас про себя спросили. Ну, то есть, если говорить о вас, то вам надо оставаться в этой деятельности. Просто вы, я уже это объяснил, женщина может чем-то заниматься, вот вы вошли в новую медицину. Вы, женщина, вам нужно фундаментальное знание, вам нужно эту медицину знать полностью, со всех сторон, чтобы вы были уверены в ней. А вы что-то новенькое боитесь, там же все время надо осваивать новые схемы, допустим, по иглоукалыванию. И это все непросто, это требует опыта, экспериментировать на людях, женщины боятся, они боятся делать что-то непроверенное. Поэтому вы сомневаетесь, у вас много сомнений, но если вы пойдете дальше, постепенно эта медицина раскроется для вас и станет легче. То есть, нужно уделять времени обучению, нужно учиться больше, женщина по инструкциям, по правилам действий, ей надо разобраться во всем хорошо, когда ей будет лучше. Вы будете идти в сторону, по своей жизни, в сторону индивидуальной деятельности. Когда придет время, вы сможете открыть что-то свое, это само собой разобьется. Но у меня просьба сейчас спрашивать по лекции, по отношениям. Ну, ваш вопрос. Он старается больше быть в ладость, и все равно оказывается на работе, или там, вот, среди своих родных, и среди людей, которые тебе близки, скажем, родственники, или в офисе, и отличается. Как правильно себя вести в том, чтобы не быть белой вороной, так явно, или в то же время нести это с собой, чтобы распространять в основном благостные... Это очень хороший вопрос. Вот вы получили знание новое. Оно для вас и нектар, и яд одновременно, потому что это знание вас отделяет от людей, вы уже не можете быть такими, как все. И с другой стороны, оно вам просветляет, вас делает счастливыми, а с другой стороны, становится тяжелее жить. Знание, оно... что делает человеком? Оно дает другой взгляд на жизнь, на мир. Вот если ты получил знание, ты уже смотришь на сотрудников и видишь, что они все не такие, как ты, ты уже стал другим, они от тебя отстают, у них другие интересы, другие цели в жизни, не такие возвышенные, как у тебя. И бывает поверхностное знание, бывает небокое. Вот как вы думаете, я вас от себя отделяю, вам со мной тяжело? Нет. Вы чувствуете, что я знаю больше, чем вы или нет? Но если бы вы чувствовали, вы бы сейчас разбежались. Правда ведь? Я же не ставлю выше себя, то есть я с вами веду себя по-простому, так? Вы поймите такую вещь, настоящее глубокое знание не отделяет людей. Иисус Христос отделен был от людей или нет? Люди тянулись к нему. А фарисеи были отделены от людей. Почему? Потому что их знание не было таким глубоким. Вот это ответ. Глубокое знание развивает доброту. Я вам сейчас приведу пример. Я когда стал вегетарианцем, меня тошнило от тех, кто ест мясо. Мне было неприятно рядом с ними. Также меня тошнило от тех, кто курит или пьет. Но потом постепенно, когда я развился, я начал нормально относиться ко всем людям. Чтобы они не ели, курили там или пили. У меня не было ощущения, что они второсортные. Это не потому, что я уже стал разбавленным вегетарианцем. Нет, это потому, что я научился переваривать людей. И даже у меня был такой опыт в жизни. Я читал лекцию в кафе, где люди курили, выпивали. А я им рассказывал, как правильно жить. Они слышали, улыбались, прикалывались. И им понравилась лекция. Но я при этом по-доброму относился к тому, что у них вот такие привычки. Почему? Потому что, когда человек, допустим, что-то приобретает в жизни, допустим, он перестал есть мясо, первое, что приходит в жизнь, это гордость. А как она приходит? Ты начинаешь чувствовать, что неприятно быть с теми, кто ест мясо. Или ты начал молиться Богу, тебе уже не очень приятно с теми, кто не молится. Ты считаешь, что их недоразвитыми людьми. А на самом деле у тебя неглубокое знание в это время. Потому что глубокое знание означает сострадание к людям. Сострадание или понимание, что каждый человек находится на своем уровне развития. Вот человек пьяный лежит, как бы один человек воспринимает его как деградан. А другой воспринимает, как человека, который находится на определенном уровне развития. Вот, допустим, приезжают белые люди на остров, там туземцы. Одни считают их деградантами, а другие считают, у них определенный уровень развития. И вот те, которые так считают, они приезжают, начинают обучать языку, обучать вере. С ними по-доброму себя ведут. Понимаете? И вот это и есть правильная глубина, с помощью которой можно нормально жить в благости. Был один христианский священник католический, который пожертвовал своей жизнью ради больных людей. Люди болели проказы, их отселили на остров один. И этот священник, он на этот остров поплыл, его там оставили. И он начал жить с этими людьми. Построил храм там, начал с ними, но организовал их быт нормально. Там начал совести их учить правильно жить. И он через 10 или 15 лет жизни сам заболел от проказа и погиб. Но он показал пример, и потом другие священники начали тоже так же делать, заменять его. То есть он отдал свою жизнь людям, которые деградировали не только физически, а так и психически, нравственно. Потому что там была дикая жизнь, там не было нормальной жизни. Как в джунглях, понимаете? И он организовал им жизнь нормальной, своей любовью, добротой. Хороший пример. Когда человек не вписывается в общество, я просто знаю эту историю. А, это индус, он в разговоре мне сказал, что он типа из семьи Брагманов, но здесь в Америке он и мясо ест, когда в компанию попадает. Это значит, что он не лебедь. Есть, в Индии есть такое слово хамса. Хамса означает лебедь. А парамахамса это тот, кто обладает лебединными качествами высшими. Первое качество. Лебедь плавает по воде, но перья у него сухие. Это значит, что ты, если ты лебедь белый, ты как бы среди людей находишься, но при этом живешь чистой жизнью. Не смачиваешься этой средой. Второе качество. Лебедь берет молоко с водой и вот так вот крутит. У него молоко всасывается через слизистые, а воду он выпрёвывает. То есть он берет суть от всего, а воду выпрёвывает. Но этот индус, к сожалению, Браман только по рождению. На самом деле он осквернился этой культурой. Я тоже живу среди людей и читаю лекции, но при этом я живу чистой жизнью. Хотя они Браман по рождению, понимаете? То есть у него есть одна проблема. Он не понял, как правильно жить среди тех людей, которые не следуют правилам духовным. Надо по-доброму к людям относиться и надо понять, что есть один вариант — ты становишься такими, как они, а другой вариант — они становятся такими, как ты. И эти два варианта зависят от общения. Близкие отношения надо строить только с благостными людьми. С остальными не надо сильно приближаться, ты перенимаешь качество. Начинаешь фильм какой-то смотреть, там, пиф-паф, там, или ещё какой-то, ты перенимаешь качество. Ты думаешь, просто посмотрел и всё? Нет. У тебя засасывается эта сила. Поэтому смотрите фильмы только про святых. Таких фильмов очень много духовных разных. Не пересмотрите за всю жизнь. Вот их и смотрите. Не надо смотреть всякую фигню. Учитесь как лебеди жить. Перенимайте качество только хороших людей. Вот вы лекцию послушали, у вас жизнь сильно изменится к лучшему. Пробежались со мной, в бане посидели, в фармуль сходили, получили глубокий опыт, как правильно жить. Этот опыт включайтесь. Очень важно ездить на фестивале. Это колоссальная перезагрузка. Вот сейчас у нас будет фестиваль, вместе будем находиться на одной территории 4 дня на природе. И там будет и ретрит, будет и питание освещенное духовное, и тесное общение с людьми. Такие вещи тоже надо себе позволять. Сделала на перезагрузку, съездила, получила духовный опыт. А с простыми людьми просто по-допрому, но чем-то брата от наивности отличается. Зачем впитывать в себя грязь? Если все хорошее, как говорит мне, вот ситуация, тут обидели, понимаешь, что было настроение плохое, дома было весело. Обидели меня, просто тут горячую руку попало. Вот как? Где крайняя жизненность? Вот где? Как? Вот мои хорошие, очень хороший вопрос, вот смотрите. Очень надо каждому человеку разделить две вещи, очень сильно разделять. Одна вещь это отношение, а второе поведение. Вот запомните, отношение должно быть добрым ко всем. А поведение, оно зависит от того, что ты должен делать. Если ты милиционер, допустим, ты должен наказать преступников, но при этом ты должен ко всем по-доброму относиться. Вот если бы эта женщина по-доброму подходила и говорила, мои дорогие, пожалуйста, не шумните. Нам не положено, чтобы столько людей в ледяной воде сидеть. Если бы она все делала по-доброму, был бы совсем другой результат. Она приходила и сразу начинала шипеть, как змея. То есть, понимаете, обязанности — это обязанности, их надо выполнять. Доктор сказал «нот», значит «нот». Понимаете, то есть обязанности надо выполнять. Ну, по-доброму. Мы что, говорит, едем-то вперед ногами, я же еще живой. А мы еще не приехали. А куда мы? Как бы, давайте поедем реанимацию. Нет, доктор сказал, он вылезает на четверг. Таким образом, есть доброта внутри ко всем, а есть обязанности. И обязанности мы выполняем независимо от того, есть доброта или нет. Некоторых надо наказывать, других надо поощрять. Надо с этим разобраться и выполнять свои обязанности. А если твоей обязанностью не является наказать людей, тогда не надо наказывать. Ну, если твой ребенок наказывает, чужой ребенок, ну, что, это не твоя обязанность его наказывать. Просто по-доброму отнесись к нему, прости. Ну, давайте я вам расскажу. Вы меня уже несколько раз спросили про опасную-то вот вещь, да, про вирусную инфекцию. Давайте об этом поговорим хорошо. Вот смотрите. Первое, я что вам сказал, это то, что не надо наедаться на ночь. Это 90% заплеваний вирусной инфекцией. Второе, надо понять, что есть методы предохранения, очень эффективные методы. Я вам расскажу эту методику сейчас. Есть такое рыжиковое масло, я не знаю, наверное, его в Америке нет. Рыжик это растение такое, это есть горчица, есть рапс, а есть рыжик. Горчица это маленькое растение, та же самая горчица, когда она в два раза больше, это рапс. А когда она в три раза больше, по методу вырастает, это рыжик. Простите, рыжей? Рыжик. Рыжей, да. А? Да, 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 рыжей, рыжей. Рыжей это по-украински? По-украински рыжей, да? Да. По-русски рыжик, по-английски, наверное, еще что-то будет. Значит, это масло, если вы найдете, это самый лучший вариант, потому что оно широкого спектра против вирусное действие, обладает действием. Если не найдете, тоже обойдемся и без него. Найдем способ, как без него тоже решать вопросы. Значит, если есть рыжиковое масло, нашли, то делаем рецепт, который вам поможет лечить всех от вирусной конфекции, лечить эффективно, и даже если заболели люди, они будут выздоравливать очень быстро. А если вы будете пользоваться этим рецептом, вы даже не будете заболевать. Значит, берете рыжиковое масло 10 частей, ну, 10 грамм, там, или 10 ложек, 10 слонят, слонят, или 10 попугаев. Вот, 10 частей рыжикового масла. Две части масла куркумы. Масло куркумы можно купить, это не проблемно. Все эти масла не эфирные. Это просто обычные масла, запомните, не эфирные. Одна часть масла черного тмина. Полчасти масла гвоздики. Масла гвоздики не найдете, можете не дополнять, не добавлять. Но оно тоже, в принципе, его можно найти. Небольшое количество можно найти, оно продается. Вот, в принципе, этого состава уже хватит, чтобы вам дальше берете, покупаете любой спрей. Ну, любой спрей. Выливаете содержимое. Спрей лучше детский покупать. Потому что у детского струя очень маленькая. И как раз то, что надо. Наливаете туда масло и в нос. Одну так брызнули, вторую во второй нас лил. И третью в рот. И пошли, куда вам надо идти. И пять часов, как минимум, а скорее всего семь, будет действовать это масло. И если вам вирус попадает в рот или в нос, то два варианта. Или он погибает сразу, что хуже. Или он слабеет и остается в организме, что лучше. Почему лучше? Потому что если он ослабнет, а не погибнет, то вы получите еще и уникет от этого вируса. И вам, вы не тогда уж в следующий раз, если он попадет в организм, просто уже не заболеете. А можно детям, бабушкам, дедушкам, всем. То есть я вам сокращенный рецепт рассказал, который мы делаем. Вот спрей у нас в Амбрите, мы делаем его. Но это сокращенный такой рецепт. 10 рыжикового масла, 2 куркумы, 1 черного тмина, 1 часть и полчасти гвоздичного масла. А можно заказать? Заказать можно, но дойдет в Америку или нет, я не знаю. Дойдет. Дойдет из России. Я и получила 3 недели. Ну вы можете у нас в Амбрите заказать этот спрей и все, и пользоваться, и не париться. А? Мне сказали, что не посылают. Не посылают в Америку? Посылают. Я получила на Амбрите. Амбрита не посылают, да? А Амбрита? Я не знаю, вы бы сказали, не посылают в Америку? Я бы хотела в Амбрите. Ну в общем, вот я вам сказал, сами найдите. Если, теперь у меня вопрос, кто знает, есть рыжиковое масло в Америке или нет? Есть. Амазон продает. Амазон продает, да? Все, тогда вопросов нет. Вот делайте рецепт и пользуйтесь. Можете еще туда добавить, если найдете. Если найдете, можете добавить полчасти эвкалиптового масла, не эфирного. Полчасти, а полчасти, не в том, что эфирное, испарится просто и все. Вот. Полчасти эвкалиптового, полчасти лаврового листа масла можете добавить. Можете добавить полчасти эвкалиптового масла, эвкалиптового масла, это индийское такое масло. Все эти масла противовирусные. И если их вот так вот смешать, то, вот допустим, вы заболели. Каждый день по 3-4 раза брызгайте себе в рот и в нос, еще лоб на мажке и на грудь. И выздоровеете очень быстро. А если вы не заболели, то просто брызгайте, когда вы куда-то идете. Хорошо? Если вы заболели, так же надо пить чай с куркумой, то есть брать ложку примерно, 1-4 чайной ложки куркумы на стакан воды, разводить. И с медом, с лимоном пить постоянно несколько раз в день куркуму в этот напиток. Я каждое утро на пустой живот пью куркуму и джинджер. Да, нормально, пойдет. Им, пойдет? Пойдет. А как вы считаете борцучего жира? Не надо борцучий жир, не надо. А когда борцучий жир? Пускай борцучий жир остается с борцучком. Там же отказ не прошло, нет? Не надо, не надо. Вот это делайте то, что я вам сказал, все, больше ничего. А вот на вагоне нет к собаку, на лошадей. Я посмотрела его на Амазоне. А еще знаете, что еще есть такая специя, называется пиполи или лон пеппер. Эта специя, она уникальна тем, что она широкого противовирусного спектра действия. И она вообще вот любую инфекцию ненужную уничтожает в организме. Я каждый день ем киполи, я добавляю ее в суп себе. Это вот такие длинненькие такие специи, похожие на сережки альхи и зайчьи какашки. Вот как вам больше нравится. Пиполи, семена пиполи. Да. Или лон пеппер. Лон пеппер. Я вам сказал на вашем языке. Все непонятно. Как рыжий саложки. А вот этого я не знаю. Рыжий саложки. Как на английском? Рыжий саложки. А? Рыжий саложки. На английском кобелина. Кобелина? Да. Кобелина? Да. Мы, мои хорошие, с вирусными инфекциями собрались. Я вам даю самые простые и лучшие советы. Я после того, как началась пандемия, я два года исследовал это все. На себе пробовал. Много-много людей прошло через меня. И вот я вам самое лучшее сказал, что надо делать. Это просто железная помощь будет. И все классно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!